Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня будет несколько видео, потому что находки просто потрясающие, их очень много. И я бы, конечно, хотела передать вам немножко вот этой красоты, чтобы вы полюбовались, потому что когда вы это держите в руках, это непередаваемое ощущение. Я даже сама себе завидую, потому что я могу подержать, это действительно, это история, это невероятные находки и невероятно красивые вещи, которые уже большая редкость. Как вот в данный момент вы видите вот эта вот фигурка, и я делала видео, говорила, что маленькое путешествие, по-моему, называлось видео, где мы ездили вот за этой фигуркой и посетили еще несколько городков, где пытались найти эти сокровища. Но вот эта фигурка просто, конечно, потрясающая. Она, во-первых, большая. Вот эти вот музыканты. Выполнена нереально тонкая работа. Посмотрите на эту корзину цветов, поставленную на рояль. Рояль черного цвета, приглушенное золото. Это статуэтка 60-х годов. Вот такая вот красота. Конечно, нужно помыть хорошо паркет, щеточкой, все это делать аккуратно. Но просто потрясающая вещь. Оставим в сторонку. Следующая не менее интересная статуэтка. Она еще никто ее не видела, она не выставлена у нас у меня в Инстаграм. Но мы даже еще не смогли определить, что это за клеймо. Вот такая вот красотка. Девушка сплела себе веночек. Смотрите, как она его держит очень красиво. Пастушок, овечка. Посмотрите на эти лица. А вот эта красотка 54-й, 72-е годы. Она у нас загорает. Характерный купальник для тех годов. Красивая фигура. Белокурая девушка. Вот такая вот красотка. Так, и, наверное, я сегодня сейчас покажу вам украшения, чтобы они не сбивали меня с толку. Потому что они так слепят, лежат красиво. Вот это просто роскошная брошь. Она 12 сантиметров в длину. Невероятно красивые кристаллы на лапках. Я даже думаю, что это Австрия, не Чехословакия. Нереально красивые. Просто переливается. Посмотрите. Камера даже не может передать этого блеска, как она радует глаз. Я вчера, конечно же, примеряла со своими нарядами. И Хуберт оценил. Вообще он как-то втянулся в это хобби. И иногда я даже поражаюсь и думаю, ну, сколько у тебя сил хватает. Вот в следующей неделе он начинает уже работать. Но он не перестаёт меня удивлять, потому что постоянно что-то ищет, куда-то звонит, что-то спрашивает, интересуется, читает. И вот такую красоту я нашла. Антикварные гранаты. Просто тоже горят, сверкают, наполненные таким солнцем. Вообще, честно говоря, сначала думала, что это золото, но не проверяла. У меня есть такая же брошь по металлу и по весу. Прям очень похоже, что это 333-я проба. Но пробы я не нашла. Поэтому я должна всё это проверить. Но, честно говоря, прям вот стопроцентное ощущение, что это именно золото. Невероятная работа. Просто обалденная вещь. Сейчас попробую. О, показала. Ой, прям расстроилась. Но, слава богу, всё хорошо. Хотела, как лучше. Получилось, как всегда. Очень красивая вещь. Следующая тоже очень редко встречающаяся вещь на сегодняшний день – это сатиновое стекло. Такая голубая лагуна, сатиновое стекло. Это чехия. Такие крупные бусины. Состояние новой вещи. Они как будто бы, знаете, внутри наполнены каким-то неоновым светом. Как будто какой-то космос. Знаете, они прям... Все аж переливаются. Просто невероятная красота. Когда делала фото, к сожалению, фото не смогло передать этого цвета, этой голубизны. Вот такая красивая застёжка и такой браслет. Нереально красивая вещь. Я долго охотилась за сатиновым стеклом, и вот мне повезло. Так, что вам показать дальше? Дело в том, что всё красивое, всё хочется сразу... Так, давайте, наверное, вот ещё нашла две броши. Они лежали, спрятались за... Вот такая вот фиалочка. Это пластик такой вот матовый. И цвет золота-металл. Такая очень красивая. И, честно говоря, думала, что брошь серебряная будет, но никаких проб нету. Это янтарь и... и позолота. Так. Теперь буду вас удивлять, друзья. посмотрите на эту красоту. Это просто-просто непотрясающая вещь. Вещь старинная. Гальванический способ нанесения серебра. Это первая половина 20 века. Невероятной красоты ваза. С ног шибательные просто. Прям вот наповала. Сражена была её красотой. А вторая ваза тоже не менее интересная. С красивыми ручками. И посмотрите на неё. Красотка необыкновенная. Грифоны. Ручки вот такие очень красиво сделаны, выполнены. Она небольшая, 20 сантиметров. Но очень необычный цвет. Жёлтый для вазы. И такой красивый рисунок тоже. Первая половина 20 века. Состояние прекрасное. Изумительная вещь. Просто повторяю, что находки в этот раз поразили. Просто поразили. У меня появилось таких четыре бокала. И это антикварное стекло. Начало... Конец 19-го, начало 20-го века. Антикварное стекло с такими вот прожилками, характерными для этого стекла. И с пузырьками воздуха. Их четыре штуки. К сожалению, не шесть. Но просто... Нереальный цвет. Такой, знаете, цвет медовый даже. Очень красивое стекло. И сейчас я не выдержу, наверное, и начну показывать вам то, что хотела на потом. Но они мне прям так руки и тянутся к ним. Вот такая вот кофейная пара антикварная. Конец 19-го века, начало 20-го. Это розенталь. Поставлю, потому что боюсь. Она не весит абсолютно ничего. Но обратите внимание на рисунок. Очень. Посмотрите на ручку. На рисунок ручки. Как это все сделано. Как это выполнено. Внутри золотое покрытие. В это вот у нас клеймо, соответствующее этому году. И вот такое блюдце. Честно говоря, когда получала посылку, я зареклась. До этого говорила, что не могла удержаться. И на свой страх и риск заказала эти кофейные пары в трех посылках. Но, как говорится, слава богу, кое-что дошло, кое-что пришло просто в дребезги. Я очень расстроена этим и сказала, что все. Больше я не заказываю посуду на eBay. Люди относятся просто вот настолько безответственно. Хотя я не могу сказать, что плохо была упакована посылка. Вот я даже проточирована. Это, скорее всего, виноваты работники почты. Расскажу вам об этой паре кофейной. Матовый черный фарфор. И на нем, как будто бы, положили фарфоровую розочку. То есть вы ее прощупываете. Вот этот эмалевый фарфор. Просто изумительная работа. Вот если возможно, ее вот увидеть, да? Вот, по-моему, сейчас видно. Обратите внимание на клеймо. Сейчас я вам покажу сначала чашечку. Вот на такой красивой ножке. Вот такая вот красотка. И вот такие клеймо. Дело в том, что вот это клеймо соответствует 1790-1800, начало 20-30-е годы. Вот это клеймо соответствует, по-моему, 30-е и 40-е. Но я хочу сказать, что мы вычитали. Хуберт сейчас очень много занимается. Он так увлекся. Он очень много читает литературы. Смотрит передачи, ездит, куда-то консультируется. И ему сказали, что, возможно, эта чашечка именно того периода. Но была раскрашена позже уже другой мануфактурой. Причем поэтому ставилась рядом клеймо. То есть, возможно, эта чашечка вот такая вот древняя. Просто была раскрашена. Она уже позже, да? Уже в 20 веке. Первой половине. Изумительная. Просто нереальная красота. И последняя чашечка, не менее интересная. И тоже просто моя любимая мануфактура. Это Карль Тельш. Посмотрите на рельефный рисунок. И этот божественный нежный рисунок. Нежные цветочки. Они такие маленькие. Сама чашечка, чтобы вам было видно, она белоснежная. Я думаю, что не очень вы ее увидите. Давайте я буду так прям ее переворачивать, чтобы со всех сторон поближе ее рассмотрели. Посмотрите. Просто. А вот я ее держу, и веса практически она не имеет. На просвет она просвечивает. Вот видите, даже мои пальчики. То есть, вот настолько тонкий фарфор. Просто обидно, когда думаешь, что сколько лет чашечки пережили войну. Да, столько первая, вторая мировая, дошли целые. И вот так просто на почте разбилось. Ну, у меня нет слов. Я вчера была очень сильно расстроена. И у меня получилось, что три чайные пары. Теперь я не могу. Не могу или должна, скорее всего. Но я не смогу этого сделать. Потому что нереально редкие вещи. И подобрать к ним отдельно блюдце, это просто невозможно. Теперь. Хочу вам показать. Посмотрите. Глубокая и большая такая столовая тарелка. Не десертная, а именно для второго блюда. Я вообще поражена, что это состояние новой вещи. То есть, даже фарфор не покорябанная эмаль. То есть, она как была выпущена, наверное, просто так лежала. Цвет слоновой кости. Золотой состав. Вот солодая кайма. Все абсолютно. Ну, просто новая вещь. Теперь посмотрите клеймо. Это розенталь. 20-е-40-е годы. Я, конечно, просто вот здесь нереально фантастический. Просто вот взорвавшись, взорвали мозг мой. Вот здесь тарелки. Их у меня 4 больших. 4 тарелки для вторых блюд. Что дальше? Такая вот тоже довольно-таки старенькая. Вот здесь даже цена сохранилась. И 1905 года тарелка. Это соответствует клеймо этому году. Кто-то писал еще, знаете, чернилами. Чернильная ручка. Не современная ручка. Такая вот. Я думаю, что где-то примерно 22 сантиметра эта чашечка. Сегодня у меня много розентали. Но розентали много никогда не бывает. Поэтому посмотрите, какая прелесть. 20 сантиметров. Глубокая тарелочка. В прекрасном состоянии новой вещи. Вот такая вот красота. Это 50-е годы клеймо. И сестренка, можно сказать. Они в паре. Только немного отличаются цветочки. И она вот на таких фантастически красивых ножках. Такая красотка. Очень красивая вещь. Ой, ой, ой. И вторая. У меня стеклянный стол. И поэтому не пугайтесь. Такие звуки на стекло, когда ставишь, получается не очень хорошо. Смотрите, какая прелесть. Тоже такая довольно-таки глубокая тарелка. Великолепными розами. И это тоже розенталь. Это уже 60-е годы. Тоже состояние новой вещи. Абсолютно. А теперь напоследок я хочу вам показать. Наверное, уберу эту чашу. У меня в видео нет никакой абсолютно последовательности. Что попадается прям под руки, я вам показываю. Не выделяю лучшее, но хуже. Потому что я считаю, что все вещи просто уникальные, красивые, достойные вашего внимания. Антикварный чайник. Крышечка еще даже без скрепления. Посмотрите на эту работу. На его рельефный рисунок. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, как сделано красиво горлышко. Просто фантастика. А какой рисунок. Этому чайнику 100 лет, ребята. Легкая-легкая потертость. Абсолютно. Вот нету никаких сколов. Просто уникальная вещь. И сейчас я вам покажу клеймо. Теперь еще и рельефный рисунок. Хочется, чтобы вы его поближе рассмотрели. Вот такая вот красота. Наверное, это видео закончится сейчас. И через 5 минут буквально начну снимать второе. Всем мира и добра. И надолго не прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok